Следующие у нас не эпителиальные опухоли. Не совсем легкого, но почти рядом. Давайте посмотрим, что нового в этой классификации 2021 года. Но на самом деле здесь на себя обращает внимание два изменения. Первое – появление новой классификационной единицы, это мезотелиома ин-ситу. И изменения, связанные с злокачественным подтипом мезотелиальных опухолей плевры. В частности, изменение грейдинга в диффузной мезотелиоме. И появление новых критериев градации именно для эпителиоидной мезотелиомы. Если мы говорим о мезотелиоме ин-ситу. Во-первых, что это такое? Это прединвазивное поражение. Его стали выделять совершенно недавно. И первое, наверное, с чем сталкивается патолог в своей диагностической практике – это попытка дифференциальной диагностики между реактивной гиперплазией и вот этим новой классификационной единицей. Это непросто. И на самом деле, с точки зрения авторов классификации и патологов, которые принимали участие в составлении и в научных статьях написании, скажем так, главный критерий – это не морфологический, а все-таки ориентир на иммуногистохимическую диагностику. И в первую очередь таким ориентиром служит окраска БАП-1. Это белок, производная гена Версия-1. Вот потеря этого белка, именно ядерная потеря окраски на иммуногистохимическом исследовании позволяет нам заключить, что данное прединвазивное поражение является мезотелиомой ин-ситу. Вот, в частности, на данном препарате мы видим как раз эту ситуацию, когда в ядрах мезотелия отсутствует экспрессия данного белка. Причем, сохраняется экспрессия в других клетках инфильтрата, мы это видим, но именно в мезотелии такой экспрессии отсутствует. Кроме того, дополнением к данному диагнозу необходимо выполнить еще исследование на отсутствие, точнее, на наличие мутации гомозиготной дилеции в гене СДКН2А или по-другому гене, который кодирует белок P16. Но самое интересное, что мы не можем использовать иммуногистохимическое исследование на этот белок P16, потому что он не полностью отражает именно генетическую мутацию, связанную с этой гомозиготной дилецией. То есть, это не достоверный маркер. Поэтому либо фиш исследования на эту дилецию, либо исследование БАП-1. Но недавно, совершенно недавно, в 2020 году, была опубликована статья с использованием второго иммуногистохимического антитела для того, чтобы более достоверней выделить эту новую классификационную единицу. Это использование антитела к фосфорилазиям МТАП. Этот, скажем, ген располагается рядом тоже с геном CDK-N2A. Но особенность в том, что экспрессируется продукт этого гена в цитоплазме, в норме. Отсутствие экспрессии этого белка на иммуногистохимическом исследовании отсутствие этого белка будет нам свидетельствовать в пользу мезотелиома ин-ситу. И как раз на этом слайде вы можете увидеть характерное окрашивание. Точнее, отсутствие этого окрашивания в мезотелиоме. Ну, в данном случае, пример эпителиоидной мезотелиомы. И присутствие окрашивания в строме. То есть, это цитоплазматическая окраска, которая является диагностической. Интересно, что если мы говорим о мезотелиомах, именно уже как злокачественном инвазивном поражении, то потеря БАП-1 не самая характерная ситуация для эпителиоидных мезотелиом 55% всего. Однако МТАП более специфичен и чувствителен в сравнении с БАП-1. То есть, комбинация этих антител, что для карциномы, для мезотелиома ин-ситу, что для мезотелиомы злокачественной эпителиоидной, либо саркоматоидной, является важным необходимым критерием в диагнозе, в постановке этого диагноза. Следующий важный момент, который был суммирован, это наличие таких таблиц чувствительности и специфичности для сравнения гиперплазии с мезотелиомой ин-ситу. То есть, если мы посмотрим на комбинацию БАП-1 и МТАП, то чувствительность и специфичность будут отличаться от тех, которые мы видим, допустим, в этой статье опубликованной. То есть, ВОЗ в своей классификации указывает чуть ниже чувствительность и специфичность. Точнее, чувствительность ниже, специфичность они ставят почти 100%, что для одного, что для другого, по сравнению с реактивной гиперплазией. То есть, подводя такой итог, отсутствие БАП-1 в ядре, либо отсутствие МТАП в цитоплазме, будет свидетельствовать в пользу мезотелиома ин-ситу против гиперплазии. Касательно классификации злокачественной мезотелиомы. Диффузная мезотелиома продолжает разделяться на подтипы, такие же, как и было в предыдущей классификации. То есть, это эпителиоидный подтип, саркоматоидный подтип и бифазный подтипы. Однако, выделяют дополнительные критерии. В частности, в эпителиоидном подтипе были выделены компоненты, которые мы называем архитектурой роста. То есть, стандартно, самый частый, это солидный паттерн роста. Однако, существуют и другие варианты. Тублопопулярные, трабикулярные, железистые, микропопулярные, которые могут имитировать, в том числе, немелкоклеточные карциномы легкого, в том числе, на малых биоптатах. Поэтому важно помнить о и клиническом анамнезе, и о данных лучевых методов исследования. Кроме того, каждый из этих паттернов обладает своей прогностической значимостью. Считается, что неблагоприятный паттерн это солидный. Более 50% солидного паттерна на материале операционном будет являться компонентом неблагоприятного прогноза. Другое важное изменение, которое было суммировано в классификации, это наличие ядерного грейда. В частности, он не совсем ядерный, но он учитывает в большей части именно ядерный грейд, в частности, это АТП, ядра, это подсчет метозов, и третий важный компонент это отсутствие или присутствие некроза. И выделяют два типа классификационного грейда, high-grade и low-grade. Причем, когда мы ставим low-grade, то мы ориентируемся на нуклеарный грейд 1 или 2 без некрозов. High-grade мезотелиомы – это второй нуклеарный грейд с некрозами, или третий с или без некрозов. Важно понимать, что имеется в виду под нуклеарным грейдом. В частности, нуклеарный грейд 1 или высокодифференцированный компонент ядерного грейда подразумевает собой четкий хроматин, отсутствие ядрышка. Ядрышка неразличима, как указано на этом примере. То есть мы видим отсутствие дисперсного хроматина, отсутствие ядра. То есть неразличима ядрышка. Если мы говорим о промежуточном варианте нуклеарного грейда, то здесь может уже встречаться ядрышка, как вот здесь вот мы видим. И в сравнении, опять же, с самым неблагоприятным типом грейда третьим, ядрышка присутствует везде. То есть это обязательный компонент. В том числе и еще учитывается компонент ядерно-плазматического соотношения. Он будет низкий в нуклеар грейд 3 и средний в нуклеар грейд 2. То есть, скажем так, ориентируемся на промежуточные значения, точнее не ориентируемся на промежуточные значения, а на крайние значения 1 и 3. То, что не попадает в крайние значения, будет относиться к промежуточному. Более того, этот грейд показал довольно-таки хороший уровень воспроизводимости для патологов. То есть, он по уровню капа считается 0,8. Это хороший, или как описывают авторы классификации, крайне высокий уровень воспроизводимости. И до 2021 года он не рекомендовался, однако с учетом этих критериев, которые я перечислил, теперь считается обязательным компонентом заключения. Для саркоматоидной мезотелиомы осталось такое же разделение, как 10%, точнее, осталось разделение на подтипы дисмопластической мезотелиомы и саркоматоидной мезотелиомы. То есть, дисмопластическая мезотелиома – это подтип саркоматоидной мезотелиомы. Важно отметить то, что прогноз эпителиоидной мезотелиомы и саркоматоидной мезотелиомы крайне разный. Скажем так, 4 против 19 месяцев медианы общей выживаемости для саркоматоидной мезотелиомы это 4 месяца, для эпителиоидной соответственно 19. Поэтому очень важно выделять, разделять эти подтипы. Изменений здесь не было в этой группе мезотелиом. Однако важно отметить, что в эпителиоидных мезотелиомах есть компоненты, варианты, скажем так, цитологического строения, которые приближают эпителиоидные мезотелиомы к саркоматоидным мезотелиомам по прогнозу. В частности, это переходный тип цитологический, который демонстрирует, скажем так, отсутствие эпителиоидных цитологических черт в мезотелиоме. И это довольно-таки крайне низкий, скажем даже так, параметр воспроизводимости между патологами. Но тем не менее, если его выделяют, и на консенсусе патологи приходят к выделению этого подтипа эпителиоидной мезотелиомы, переходного по цитологическому строению, то он приближает этот вариант к саркоматоидной мезотелиоме по прогнозу. Другой вариант это бифазный подтип. Здесь также не было изменений, однако важно сказать, что солидный вариант, точнее саркоматоидный вариант строения более 50% считается крайне неблагоприятным. То есть именно компонент на образце резекции более 50% саркоматоидного компонента неблагоприятный вариант. И важно вообще отражать любое содержание саркоматоидного компонента в образце резекции либо биопсии. Но считается, что мы можем поставить данный диагноз только при компонентах одном и другом более 10%. То есть какой-то из компонентов должен всегда быть в соотношении более 10% тогда выставляется этот диагноз. Если подводить, скажем так, черту суммационную по злокачественным мезотелиомам, то авторы классификации создали очень обобщающую таблицу по двум типам диффузных мезотелиом, эпитлеидный и саркоматоидный, с вариантами архитектурных паттернов и цитологических черт. И в частности, важно тоже сказать, что для саркоматоидной мезотелиомы грейд не применяется. Только для эпитлеидной мезотелиомы. То есть по своему прогнозу и биологии саркоматоидная карцинома по умолчанию является злокачественной, неблагоприятной подгруппой мезотелиом. То есть ее градировать не надо. И как обобщают тоже авторы, что данных о грейдинге в данной группе не будет. Далее. По поводу биоптатов. Использование материала биоптатов для диагностики мезотелиом. Авторы классификации тоже делают акцент на такой, скажем так, Веркап или подход к диагностике, где сообщают, что использование биоптатов не является, скажем, предпочтительным. Потому что качество и количество материала, как говорили мои коллеги, крайне варьируется. Однако, с использованием двух этих антител, которые мы ранее обсуждали, возможно провести дифференциальную диагностику, как минимум для гиперплазии. И они предлагают использовать BAP-1 или FISH CDKN2 или иммуногистохимиус МТАП для того, чтобы отличать мезотелиому, злокачественную, мезотелиому ин-ситу против атипической мезотелиальной пролиферации гиперплазии. То есть, выполнение иммуногистохимического тестирования с BAP-1 на биоптате предполагает сразу отсутствие именно экспрессии ядерной, предполагает наличие злокачественной мезотелиомы. При сохранении BAP-1 необходимо выполнить тестирование либо FISH, либо МТАП. И при сохранении экспрессии МТАП цитоплазматическом, это будет мезотелиальная гиперплазия. В том числе, авторы делают акцент, что похожая ситуация и характерна для мезотелиомы брюшины. Если мы говорим о злокачественной мезотелиомы, то потеря должна быть цитоплазматической экспрессией МТАП либо FISH P16. На этом мы, пожалуй, остановимся. Это основные изменения, которые были связаны с этой группой образований плевры, именно мезотелиома ин-ситу и введение грейдинга.